Мы берём пример из нашей жизни, вот о любви к женщине, но в нашей жизни хиссарон, который не наполняется, это источник трагедии, это неразделённая любовь и так далее. Как этот пример, что значит ненаполненный хиссарон в духовном, который источник наслаждения? Это как раз потому, что если мы говорим о любви, которая остаётся безответной, без наполнения, потому что ты стремишься к неправильному наполнению, ты стремишься к тому, чтобы наполнили тебя, чтобы ты получил наполнение от самой любви. А ты должен получить наполнение от того, что ты любишь кого-то без всякого возврата к себе. Об этом говорится. Говорится об отдаче. Когда я наполняюсь только от своей отдачи ближнему, а то, что у меня есть возможность отдавать, из того, что я люблю его. Этим я и наполняюсь. А я не требую даже его отношения ко мне. Я хочу быть в вскрытии. Это называется скромность в духовном. Книга скромности. Сафрады Сниюта – часть Зора. Особая часть. Когда дают и хотят при этом сами быть в вскрытии. Кому дают. Я не хочу, чтобы он знал обо мне. Я скрываю себя. Это называется, что я на самом деле хочу доставить ему наслаждение. Не ему, а не себе. Каким-то образом напрямую или сложным каким-то способом. То, что мы видим, как мы терпим неудачи в отношениях этого мира. Потому что находимся в нашем эгоизме. Мы хотим получить наполнение, реакцию. И поэтому мы остаёмся пустыми и разочарованными. Мы будем изучать в духовном, как это делать. И этого тебе будет достаточно. Тебе это гарантирую. Чтобы ты… Тебе не надо было выполнять это в материальном даже. Настолько духовное наполнит тебя полностью. И оно включит в себя все материальные отношения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.